Говорит Черкеск В эфире информационно-аналитическая программа радио Карачаева-Черкесии «Ракурс». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В студии работает у Марти Киев. Я рад приветствовать всех, кто решил этот день начать вместе с нами на волне Республиканского радио на календаре понедельник, 16 января. Сегодня в нашей программе. Эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии. Данные специалистов Роспотребнадзора. Результаты работы комиссии по делам несовершеннолетних в 2016 году. Шесть лет на благо детей. Особенности работы детского омбудсмена. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На волне радио Карачаево-Черкесии информационно-аналитическая программа «Ракурс». Сегодня понедельник, 16 января. В студии работает у Марти Киев. Ослабленный иммунитет, холодная погода, климат с повышенной влажностью ведут к тому, что человек становится подвержен атаке различных вирусов, и в частности гриппу. Наибольший рост заболеваемости гриппом в России приходится на зимний период. В конце 2016 года и в начале этого года в стране зафиксировано пять летальных исходов. В группе риска, как правило, оказываются дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом. О том, как складывается эпидемиологическая ситуация в нашем регионе, в следующем материале, я передаю слово своей коллеге Руфине Ковалевой. Ежегодно огромное количество людей переносит грипп. В начале 2016 года погибли сотни человек. Для многих болезнь принесла мучительные страдания. В более чем 40 регионах России был превышен порог заболеваемости. Смертельные случаи регистрировались до конца марта. В аптеках не хватало противовирусных средств, а поликлиники и больницы с трудом справлялись с потоками заболевших. В этом году эпидемиологическая ситуация в нашей республике достаточно спокойная. И основной пик заболеваемости гриппом уже пройден, говорит пресс-секретарь Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская. Пик подъема заболеваемости пришелся на середину конец декабря 2016 года. По стране были 5, это информация официально зарегистрированных по стране, 5 летальных случаев. Вирус все А, группа А, причем все у людей пожилых, у людей с хроническими заболеваниями. Три из них диабет, и два из них недостаточно сердечно-сосудистая, у людей с хроническими заболеваниями. В настоящее время заболеваемостью РВИ и гриппом соответствует средним показателям за многие годы. И она является допороговой. Эпидемический порог не пройден. На минус 49% ниже порога. То есть ситуация стабильная. В нашей республике наибольший подъем заболеваемости пришелся на 50-ую неделю. Это вот от 17 до 25 декабря. В это время, как только в республике начался рост заболеваемости, были приняты, конечно, меры по профилактике. И в числе прочих это ограничение различных общественных мероприятий. Закрытие школ и детских садов массовые у нас не производились. Показаний для этого не было. На прошедшей неделе наступившего нового 2017 года в Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано снижение заболеваемости РВИ и гриппа. Это первая неделя, когда в нашей республике эпидемические пороги были не превышены. Я напомню, что на последних неделях ушедшего года, это была 49-я, 50-я и 51-я неделя, в нашей республике были превышены эпидемические пороги. К примеру, на 50-й неделе он был превышен на 43%. А на прошедшей первой неделе наступившего года эпидемический порог был отрицательным, минус 49%. Причем отрицательные пороги наблюдаются как среди совокупного населения Карачаево-Черкесской республики, так и во всех возрастных группах. Самый низкий уровень заболеваемости наблюдается среди возрастной группы школьников, это дети от 7 до 14 лет. В этой возрастной группе эпидемический порог минус 63%. Нужно также отметить, что это единственная возрастная группа населения, среди которой нет прироста заболеваемости. Здесь прирост отрицательный, то есть, наоборот, снижение заболеваемости минус 6%. В остальных возрастных группах, как и в целом среди совокупного населения Карачаева-Черкесской республики, в настоящее время, на прошедшей неделе наблюдался прирост заболеваемости, положительная динамика. В целом по республике она равна 60%. О чем это говорит? Нужно сказать, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппа в нашей республике уже пройден. Второго пика заболеваемости может и не наступить, но, как правило, заболеваемость идет волною. Если сейчас наблюдается снижение, то может наступить и повышение. Как правило, активность вируса гриппа зависит от нескольких факторов. Среди них общий иммунитет человека, разновидность и устойчивость штамма вируса и, конечно же, погодные условия, рассказывает специалист Роспотребнадзора. Чему способствует, в первую очередь, установившаяся на территории нашей республики погода, это такие температуры, как минус 1 и плюс 3, это самое благоприятное для развития процесса метеорологические условия. И, кроме того, окончание каникул и выходных дней, возобновление посещения детьми, школьниками, младшими детьми, организованных коллективов, то есть возобновляется цепочка передачи заражения, и, следовательно, ожидаемо, что рост заболеваемости будет немного повышаться. Но если мы будем активны, если мы активизируем все профилактические мероприятия, мы не дадим распространению заболеваемости никаких шансов. Поэтому в настоящее время очень актуально, прежде всего, ношение масок, масочный режим для тех категорий населения, которые входят в группы риска по осложнениям, получению осложнений заболеваний. Я отмечу, что к ним относятся люди старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания. Для лиц старшего возраста рекомендуется в данное время не посещать людные места, уклониться от посещения таких мест, где много очень людей, там те же рынки, магазины, общественный транспорт и так далее. Для школьников тоже очень актуальна профилактика. Это ношение масок, это профилактический прием противовирусных препаратов. Администрациям детских коллективов, школ, детских садов необходимо активизировать все профилактические мероприятия по гриппу ОРВИ. Это прежде всего утренние фильтры. Нельзя допускать в коллективы детей, которые имеют признаки заболевания. Это режим дезинфекции и режим уборки. Режим проветривания в коллективах соблюдать. Вирус гриппа чрезвычайно заразен. Находясь в обществе людей, которые больны этой инфекцией, избежать попадания вируса в организм невозможно. При любом кашле, чихании или очищении полости носа в присутствии человека возбудитель легко заразит всех, кто находится в непосредственной близости. Особенно усиливается риск в закрытом офисном помещении. Если человек никак не защищен, то инфицирование произойдет в 95% случаев. Если человек все же получил прививку, то это не защищает полностью от вероятности заболеть. Тем не менее, у тех, кто привился, не бывает тяжелых форм заболеваний и не случается осложнений. В нашей стране не зарегистрировано ни одного смертельного случая вследствие гриппа у привитых людей. Болезнь чаще минует человека, а если он и заражается, то за несколько дней переносит грипп в легкой форме. В основе любого из подобных препаратов ослабленные штаммы вируса и растворитель, которым служит вода для инъекций. У ослабленных больных, особенно страдающих серьезными заболеваниями, например диабетом, прививка помогает спасти жизнь, так как часто у них возникают осложнения в виде пневмонии. Бесспорны преимущества вакцинации и при беременности. Не влияя на плод, прививка защитит организм матери и будущего ребенка от негативного воздействия вируса. Предупредить грипп можно прививкой, однако нельзя с точной уверенностью сказать, какой тип вируса вызовет эпидемию. Управление Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии ежегодно проводит мониторинг и отслеживает, какие штаммы вируса попали на территорию республики. Нужно отметить, что Роспотребнадзор всегда проводил и проводит мониторинг циркуляции вирусов на территории нашей республики. Я хочу напомнить, что обычно Роспотребнадзор проводит мониторинг циркуляции вирусов гриппа на территории нашей республики. Для чего это делается? Для изучения тех штаммов, которые циркулируют и для правильного составления прогноза вакцин на следующий год. Нужно отметить, что в текущем эпидемическом сезоне нами обследовано 177 человек и выделены 60 вирусов группы А и 1 вирус штамм группы Б. Нужно отметить, что все эти вирусы соответствуют тем, которые входят в состав вакцин этого сезона. И после мониторинга, как обычно, эти все выделенные нами вирусы, мы отправляем в научно-исследовательские институты для дальнейшего изучения. Так вот, по имеющимся сведениям Роспотребнадзора, сейчас эти исследования говорят о том, что вирусы на территории всей Российской Федерации соответствуют тем штаммам, которые включены в состав вакцин. Мало того, отмечено, что заболеваемость среди привитых, получивших прививки, крайне низкая. По всей Российской Федерации в результате мониторинга отмечено, что всего 265 человек, получивших прививки, заболели гриппом ОРВИ в средне-тяжелой форме. Это соответствует 0,5% от всего привитого населения. И, кроме того, научно-исследовательские институты подтвердили, что вирусы, которые включены в состав вакцин, они не претерпели мутации и не обладают резистентностью к тем противовирусным препаратам, которыми рекомендуется лечиться сейчас. Я напоминаю, что это препараты группы занамивира и осальтамивира, то есть тамифлю, намидез, ингаверин. Вот эти вот препараты. Ну и опять-таки резистентностью они обладают только к ремонтодину. Это тот препарат, которым не рекомендуется лечиться. Он неэффективен. Надо отметить, что на территории России увеличило распространение по сравнению с предыдущими годами птичий грипп. Об этом говорят данные исследования Россельхознадзора. В результате мониторинга был выделен вирус гриппа от диких птиц на озере Упсу-Нур в Тыве на границе с Монголией. Среди домашней птицы в 2016 году вспышки гриппа зарегистрированы в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях, говорится на сайте Федерального ведомства. В Астраханской и Ростовской областях зарегистрировано заболевание птицы, содержавшееся на крупных птицеводческих комплексах. Кроме того, в 2017 году высокопатогенный грипп птиц был зарегистрирован среди дикой птицы в Воронежской области. Причиной распространения птичьего гриппа Россельхознадзор называет общемировое осложнение обстановки. По мнению специалиста Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии, пока нет поводов для беспокойства в отношении распространения птичьего гриппа. Вообще мы говорим о том, что это очень актуально в настоящее время, угроза птичьего гриппа. В настоящее время циркулирует и на территории нашей страны. Вот у меня была информация, было на протяжении прошедшего 2016 года, были три вспышки среди птиц в птиц в птицеводческих хозяйствах. Это достаточно актуальная угроза, но в настоящее время птичий грипп, этот вирус, он не передается от человека к человеку. Он может передаваться от птиц, зараженной, к человеку, но среди людей он не передается. Поэтому для людей он не опасен в том плане, что он вспышку и эпидемию не вызовет среди людей. Ну то есть где-то кто-то может от птицы там заразиться, но это будут единицы. Но если только М-вирусы, они же обладают повышенной мутагенной способностью, если только он мутирует, как свиной грипп, был только среди свиней и к людям, а потом мутировал и научился передаваться от человека к человеку, вот тогда возникает вспышка. Для тех, кто не захотел сделать прививку, существует еще один способ профилактики гриппа. Он заключается в ежедневном приеме лекарственных средств, которые стимулируют иммунную систему. Это повышает сопротивляемость организма к заражению. При этом вирус, попавший в носоглотку, не может проявить свои активные свойства, так как будет уничтожен защитными силами человека. Препаратов очень много и ежегодно фармакологические компании расширяют перечень доступных лекарств. Марлевая маска эффективна лишь в сочетании с регулярным мытьем рук и соблюдением правил личной гигиены в целом. Ученые подчеркивают, что вакцинация и личная гигиена по-прежнему остаются наилучшими способами профилактики гриппа. Важно помнить, большинство случаев осложнений и трагических исходов происходят при отказе от прививок, самолечении и несвоевременном обращении к врачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс». Сегодня понедельник, 16 января. В студии работает у Марти Киев. В Малом зале Дома правительства прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Карачаева Черкесии. Участники заседания обсудили итоги деятельности комиссии в 2016 году. Подробности в материале моей коллеги Булду Байрамуковой. Все ответственные лица доложили о проделанной работе за отчетный период. Это и работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, вовлечение несовершеннолетних в программы реабилитации и так далее. Каждый доклад был проанализирован всеми членами комиссии, а затем были намечены планы по устранению недостатков в работе соответствующих структур. Вел заседание заместитель председателя правительства Мурат Озов. В начале мероприятия был заслушан отчет о работе подразделения Министерства внутренних дел, который озвучил начальник отдела организации деятельности по делам несовершеннолетних Кимал Гербеков. В своем докладе он рассказал о той работе, которая была проведена по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних по итогам 2016 года. По итогам текущего года на территории КЧР зарегистрировано 74 преступления, в которых приняли участие 68 несовершеннолетних. Имеется тенденция к снижению. Удельный весть подростковой преступности от общего количества преступлений составила 3,5 против 5,1 прошлого года. Проведенный анализ показал, что в структуре преступления, совершаемые несовершеннолетними, преимущественно преобладают преступления против собственности. Грабежи, кражи в основном. Также допущено три преступления по хранению наркотиков. Это Черкес, Котно и два в Зеленчугском районе. Из 60 совершеннолетних участников преступлений, следующая структура в возрастном категории, это от 14 до 15, 12 детей. В возрасте от 16 до 17, 48. Учащиеся школ 18 против 20. Есть тенденция к снижению, но, однако, нам необходимо продолжать работу по профилактике преступлений среди несовершеннолетних. За 9 месяцев 2016 года сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних раскрыто 58 преступлений различной категории. На профилактических учетах подразделений по делам несовершеннолетних в текущем году по различным основаниям состоят 327 несовершеннолетних против 245 аналогичного периода прошлого года и 271 родитель или законный представитель. Поставлено на профилактический учет 213 несовершеннолетних и 94 родителей и иных законных представителей. Снято с профилактического учета 155 несовершеннолетних и 47 родителей. На профилактических учетах органов внутренних дел состоят 10 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности против двух прошлого года, в состав которых входят 26 несовершеннолетних. В прошлогодних двух группах состояло 4 человека. Поставлено на профилактический учет 12 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, в состав которых входят 31 несовершеннолетних. Снято с профилактических учетов 6 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, в состав которого входили 14 несовершеннолетних. Необходимо отметить, что на территории КЧР зарегистрировано два факта суицида несовершеннолетних. Особое внимание участниками заседания было уделено вопросам, касающимся организации работы по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия и межведомственного взаимодействия по выявлению и работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. Заведующая педиатрическим отделением городской детской больницы Черкесска Мария Толмачева рассказала о работе, проводимой в данном направлении. По ее словам, в республике ведется учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Случаев насилия в отношении несовершеннолетних не было, но наряду с этим выявлены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. К примеру, известны случаи жестокого обращения с детьми и плохой уход, неудовлетворительные бытовые условия и другие факторы, угрожающие здоровью и жизни ребенка. Всего детей, находящихся в социально опасном положении, 33. Подано сведение в органы ПДН о социальных семьях за 2016 год 6 случаев. Случаев проявления жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних не выявлено. Применяются следующие меры профилактики. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выявление случаев жестокого обращения с детьми. Передача сведений об особо опасных проблемах в семьях в ПДН. Это алкоголизм в семье, наркомания, ведущий асоциальный образ жизни, плохой уход за детьми, неудовлетворительные бытовые условия и другие факторы, угрожающие здоровью и жизни ребенка. По словам Марии Толмачевой, всем детям, состоящим на учете, проводится повозрастная диспансеризация. В случае необходимости выдаются направления на госпитализацию, а также обследование в Центре здоровья. Всем детям, состоящим на учете, как находящиеся в трудной жизненной ситуации, проводится повозрастная диспансеризация с необходимым объемом исследований, при необходимости направления на госпитализацию или обследование в Центр здоровья детей. Всего подлежало из данной категории 362 человека. Осмотрено 362 ребенка, что составляет 100%. Проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своевременная госпитализация детей с угрожающими жизнесостояниями в круглосуточный и дневной стационар, в некоторых случаях с привлечением сотрудников ПДН и КДН. За 9 месяцев 2016 года в детскую больницу города Черкеска поступило 7 детей. Из них в дом ребенка оформлено трое. В Центр Надежда 3 ребенка и один ребенок забран домой в семью. С 2007 года в подростковом отделении поликлиники функционирует телефон доверия, по которому дети из неблагополучных семей могут анонимно получить консультацию врачей, педиатра, гинеколога, терапевта, уролога и психиатра. За 2016 год поступило 118 звонков о детей и их законных представителей. В основном обращения посвящены проблемам детско-родительских отношений, проблемам наркомании, алкоголизма и межличностных отношений. В случаях обнаружения детей, находящихся в социальном опасном положении, возникновении жизнеугрожающих ситуаций, для детей сведения подается в ПДН, УВД, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, как в письменном, так и устном виде. Председатель комиссии Муратозов озвучил предложение по улучшению качества взаимодействия территориальных медицинских организаций со структурными подразделениями МВД по вопросам обмена информацией о лицах, которые ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности. К сожалению, практика показывает, что немало случаев выявления ни медицинского употребления несовершеннолетними наркотических средств. Среди детей и подростков есть те, кто всерьез увлекается психотропными веществами. Медицинский психолог наркологического диспансера Инна Дмитриева подробно рассказала о проводимой совместной работе с ответственными лицами структурного подразделения МВД по делам несовершеннолетних. В рамках проводимой работы в помещении инспекции организован прием родителей и, собственно говоря, подростков, которые состоят на учете в подразделении, принимает их там медицинский психолог и врач-психиатр-нарколог. Среди несовершеннолетних группы риска в обязательном порядке проводятся медицинские профилактические осмотры с целью раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ. По результатам обследования и осмотра врачом-психиатром-наркологом решается вопрос о наблюдении либо подростка, либо родителя в РГБУ полунаркологический диспансер, которые употребляют наркотические вещества или алкоголь, а также психотропные вещества без назначения врача. За истекший период на базе инспекции по делам несовершеннолетних был принят 61 подросток группы риска, с каждым из которых проводилось непосредственно их аттестирование на наличие наркотических веществ, из них положительных результатов не было выявлено. И также консультативная профилактическая работа с ними проводилась. Кроме того, было принято 40 родителей, они были проконсультированы по вопросам прохождения лечения и реабилитации. В рамках междведомственного взаимодействия с сотрудниками УДН города Черкеска проводятся ежемесячные сверки контингента подростков и ежеквартальная сверка родителей. В целях раннего выявления употребления подростками наркологических средств и психотропных веществ проводятся медицинские осмотры и химико-токсикологические исследования на наличие наркотических веществ. Инна Николаевна пояснила, какие именно. В рамках профилактических медосмотров сотрудниками Черкесской детской городской поликлиники совместно со специалистами наркологического диспансера, а также сотрудниками наркологических кабинетов муниципальных образований и медицинских организаций районов Республики проводились также и химико-токсикологические исследования на содержание наркотических веществ и психотропных веществ. Если мы будем рассматривать по годам, то в 2014 году количество учащихся, давших согласие на прохождение профилактического медицинского осмотра, было 2684, из них прошло медицинские осмотры 2294 человека, выявлено 109 положительных результатов, из них 106 результатов – это котинин, производная никотина, и 3 положительных результата на морфин. В 2015 году давших согласие на прохождение профилактического осмотра было 3367 человек, и количество прошедших – 3350 человек, из них выявлено было 31 положительный результат, 19 из них морфин, 1 амфетамин и 11 – котинин. И за 6 месяцев 2016 года было 579 согласий на прохождение профилактического медицинского осмотра, из 579 прошло 517 человек, из них было положительных 4 на морфин. Лица с положительными результатами, которые выявляются, они направляются в обязательном порядке на консультацию к психиатру наркологов, наркологический диспансер. Кроме этого, заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Центром психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающейся и молодежи республики, многопрофильным технологическим колледжем и наркологическим диспансером. На базе колледжа проводится скрининговое тестирование вегетативно-резонансным методом на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ. В соответствии с соглашением, лица с высокой вероятностью потребления психоактивных веществ направляются в наркологических диспансер, на дообследование и на консультацию к врачу-психиатру-наркологу. Заместитель директора многопрофильного технологического колледжа Ася Хутова подробно рассказала о проводимой работе. Приказом Министерства образования и науки КЧР от 7.10.16 года номер 1166 утвержден календарный план проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В прошлом учебном году мы уже такое тестирование проводили по республике, охватили около 9 тысяч обучающихся, были выявлены три группы риска – высокий, средний и низкий. Результаты теста мы отправили в наркодиспансер. Помимо этого, параллельно с этим, мы проводим вегетативно-резонансное тестирование. Присутствующие также заслушали отчёт о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Малокарачаевского района в период 2016 года. В завершении работы все члены комиссии пришли к мнению, что работу по раннему выявлению детских правонарушений и употреблению наркотических средств и психотропных веществ следует продолжать более активно. Подводя итоги, председатель комиссии Муратозов предложил присутствующим разработать дополнительные меры по снижению показателей детских правонарушений и немедицинского употребления наркотических средств. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем информационно-аналитическую программу. В студии работает у Марти Киев. Вот уже 6 лет прошло с момента вступления в должность и переизбрания на второй срок детского омбудсмена Карачаева-Черкесии Ларисы Абазалиевой, которой за эти годы удалось не только помочь многочисленным семьям, но и наладить тесное взаимодействие с органами госвласти, различными силовыми структурами, социальными учреждениями и, самое главное, с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. О сложной, требующей максимум внимания и времени работе уполномоченного по правам ребенка в интервью рассказала Лариса Абазалиева. Предлагаем вашему вниманию запись состоявшегося разговора. Наша беседа начинается с главного. Как живется сегодня нашим детям и что нужно сделать, чтобы у каждого из них было по-настоящему счастливое детство. Ведь это самая золотая пора в жизни любого человека. Нашим детям живется по-разному, как и нашим взрослым. Но мне кажется, что все-таки какие-то основные векторы такого детского счастья в республике, они прослеживаются, они видны. Это и то, что, допустим, несколько лет назад я боялась, что откроется дверь, зайдет женщина, которая будет просить место в детском садике. Вот это была категория обращений, которые ты точно понимал, что ты беспомощен. Вот ты ничего сделать не можешь. А ведь это не просто возможность для мамы пойти на работу, это и развитие для ребенка, это подготовка к школе, это возможность общаться со светственниками. Это тоже составляющая часть того самого золотого детства, о котором мы любим вспоминать. Поэтому мне кажется, что такие позитивные тенденции в сфере детского счастья все-таки, несмотря на сложность сегодняшних дней, они наблюдаются. Лариса Хасамбивна, мне думается, учитывая особую специфику возложенных на вас задач, что уполномоченный по правам ребенка – это не столько должность, сколько особое состояние души. Это, по большому счету, потребность все время отдавать, не требуя взамен ничего. Не так ли? В противном случае результат будет нулевой. Ну, что я вот точно знаю, это то, что ты должен четко понимать, что нельзя рассчитывать на то, что тебе будут благодарны. Ты должен понимать, что по специфике своей работы ты должен идти на конфликт очень часто, потому что ты должен оспаривать чьи-то решения, оспаривать чье-то бездействие. Это бывает достаточно болезненно. Но это, знаете, мы как-то обсуждали в кругу коллег, и мой коллега по Москве, Бунимович, он сказал такую фразу, которая, мне кажется, точно определяет, кто такой уполномоченный. Он сказал, что мы все разные люди, мы все пришли из разных сфер, но скорее это даже не профессия, не должность, это скорее такая судьба. Потому что я вот смотрю на своих коллег, у меня одна коллега из Осетии, у нее ребенок погиб в Беслане. У второй коллеги очень тяжело больной ребенок-аутист. То есть кто-то пришел через личную трагедию, кто-то пришел, потому что в нем есть потребность помогать. Да, это работа, которая далеко выходит за рамки, скажем так, чиновничьего регламента. И от нас люди этого ждут. Если среднеарифметическому чиновнику простят формальный подход, такой чисто бумажный, то все-таки от уполномоченного по правам ребенка люди ждут вот этого сочетания, с одной стороны, административного ресурса и твоих возможностей, а с другой стороны, такого человеческого, гуманного отношения, неформального. Потому что, да, общественные организации, они, конечно, там вот у нас есть и общество мам, у которых детишки больные ДЦП, мой ангел, да, там есть даун-синдром, они, конечно, через свои судьбы всю эту боль переживают. Но у них зачастую не хватает административных возможностей. А вот должность уполномоченного как раз сочетание и возможностей, но и в то же время ты обязан просто этим людям сопереживать и сострадать, иначе ничего не получится. Уполномоченный по правам ребенка России, Павел Астахов, а уполномоченный по правам ребенка нашей республики, то есть вы, женщина. Если мужчина зачастую апеллирует к разуму, то женщина иногда многое воспринимает на эмоциях. Как сочетается и то, и другое лично в вашей деятельности защитника интересов самой незащищенной части нашего общества? Ну, мне сложно сказать, все-таки, кто более оптимален, мужчина или женщина. Я точно знаю, что, да, женщина, наверное, на острее воспринимает, потому что это материнское чувство, оно все равно присутствует. В моей практике, кстати говоря, я вот каждый день сталкиваюсь с тем, что мужчины на детскую боль, на детское страдание зачастую реагируют еще более остро. А что касается разума, я не имею права апеллировать только к эмоциям. Да, безусловно, я, приходя к какому-то там человеку, от которого зависит решение проблемы, говорю о том, что это ребенок, это вот такой же ребенок, как ваш. Ему некому помочь, потому что у него нет, допустим, такого отца, как вы. Но другое дело, что я при этом должна апеллировать и к нормам закона, я должна говорить с позиции разума, с позиции жесткой юридической, потому что если я ее не аргументирую, то зачастую решить проблему не получится. Поэтому, да, здесь должно быть вот такой баланс разума, юридических знаний и в то же время личные отношения. Потому что иногда бывает, что ты не находишь юридического решения, но удается найти какое-то чисто человеческое, даже если оно за рамками, скажем так, полномочий или законодательства. Уполномоченная по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Лариса Базалиева, это ведь еще и мама, и верная спутница жизни. Как удается вам сочетать эти ипостаси, находить время для своих и кем-то брошенных детей, не забывать даже дома о них, волей судьбы, оказавшейся у края жизни? Вы знаете, я обману вас, если не скажу, что у меня чувство вины есть перед собственным сыном и перед собственной семьей, перед своим ребенком, мужем. Потому что, да, безусловно, не получается. Может быть, как-то я неправильно работаю, но у меня не получается работать с 8 до 6. Тем более, что очень часто бывают какие-то ситуации, которые вот ночью, там, в выходные дни, в праздники. Допустим, вот два года назад, 1 января, я встречала в больнице, потому что туда привезли ребенка 7-летнего. И я не врач, но нужно было скоординировать действия психологов, потому что ребенок к себе никого не подпускал. Был в шоке. Там, врачей и так далее. То есть, безусловно, чувство вины у меня есть по этому поводу. Но у меня перед глазами пример, допустим, собственная мама, которая работала учителем в школе очень долгое время. И она очень много отдавала времени. Она не находилась в школе практически всю неделю. И мы иногда обижались. Мы говорили, мама, вот ты чужим детям больше, чем нам. Но сейчас, мне кажется, что это правильно, потому что родители нам показывали пример какого-то отношения к делу, к работе, к людям. И, может быть, это воспитывало больше, чем какие-то нотации на эту тему. Я просто надеюсь, у меня это вот как у такой мамы надежда, что мы вот какие-то такие вещи своему сыну передадим именно своим примером. Потому что он видит, что мы работаем много, тяжело. У мужа тоже достаточно сложная работа. Он уже 30 лет работает в полиции. И там тоже, как понимаете, все не заканчивается в 6 вечера. Хотя все равно чувство вины остается. Лариса Хасамбивна, вопрос все-таки традиционный. И все же, какими качествами должен обладать уполномоченный по правам ребенка в наше сложное противоречивое время, когда, к сожалению, обездоленных ребятишек, увы, меньше не становится? Как мне кажется, все равно самое главное, я вот стараюсь в себе это чувство постоянно, так сказать, себя на этом проверять. Мне кажется, вот когда ты перестаешь воспринимать человеческие проблемы, да, усталость накапливается. Ты зачастую понимаешь, что тебе редко кто говорит спасибо. Потому что люди приходят измоченные, озлобленные, никому не верящие зачастую. И иногда накапливается вот эта усталость, когда тебе кажется, что ничего не получается. Но когда ты, если ты перестаешь этим людям сочувствовать, если они начинают тебя раздражать, значит, надо уходить. Потому что они к нам приходят уже зачастую, когда им кажется, что других вариантов нет. И плюс ко всему, это же повышенное внимание всегда. Это детям, у которых никого больше нет. Это дети, которые находятся под защитой государства, дети-сироты. Если удается кого-то устроить в семью, а удается, к счастью. Если ты понимаешь, что они тебе звонят по телефону, а мне постоянно звонят, переписываются в WhatsApp, то ты понимаешь, что, наверное, что-то удается изменить и чего-то удается добиться. Но они в действительности, понимаете, вот в детском доме, в доме ребенка, ну, они маленькие еще, в интернате, в хусе, в заботе, в реабилитационном центре «Надежда». Самая главная ценность у ребенка, когда с ним общаешься, не сотовые телефоны, не планшеты. Самая главная возможность позвонить кому-то из вот этого большого мира. Особенно те, у кого никого нет, с кем никто не поддерживает отношения из родственников. И поэтому возможность позвонить уполномоченным, иногда они даже спекулируют. Они говорят, вот я позвоню, если там меня обидят. Но если они там где-то уже сами этим манипулируют, я это дело стараюсь пресекать. А вообще это очень дисциплинирует, я вам хочу сказать, и коллектив, потому что ребенок разворачивается и говорит, а я, по-моему, полномоченным расскажу. А потом они, понимаете, как, они перестают быть просто детьми. Ты знаешь, что они любят, о чем мечтают. Ты там знаешь, что одна модница, второй мечтает петь, третий мечтает стать поваром. И когда вот ты видишь, как они растут, эти мечты реализуются. У меня вот была мечта, у нас есть мальчик с очень тяжелым заболеванием, у него гемофилия. И у меня была мечта, чтобы он ушел в семью, потому что вот он семейный ребенок, он талантливый ребенок. И семья даст ему такой статк развития, что вот из него что-то обязательно получится. Идет передача «Дети ждут» на Архазе 24. На следующий день звонит женщина и говорит, я чувствую, что это мой ребенок, и я очень надеюсь, что у нас все получится. И тогда ты понимаешь, что, наверное, вот эта должность уполномоченного, который сам по себе никаким таким вот глобальным ресурсом не обладает, да, но который может объединить разных людей для того, чтобы решить какую-то задачу, вот ты понимаешь, что, наверное, ее придумали не зря, если что-то такое получается. О нашем радиослушателе мне напоминаю, что сегодня гостем нашей программы была уполномоченная по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Лариса Хасамбиевна Абазалиева. Берегите своих детей Их за шалости не ругайте Зло своих неудачных дней Никогда на них не срывайте Не сердитесь на них всерьез Даже если они провинились Ничего не дороже слез Что с ресничек родных скатились Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заследшие ваши дети Перелистывая альбом С фотографиями из детства Скоро вспомните облом О тех днях, когда были вместе Как же будете вы хотеть В это время опять вернуться Чтобы маленьким песню спеть Щечки нежной губами коснуться Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заследшие ваши дети Редактор субтитров А.Семкин Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заследшие ваши дети Обнимите покрепче их Детской ласкою дорожите Это счастье короткий миг Быть счастливыми поспешите Ведь растают, как снег весной Пробегают не просто эти И покинут очаг родной А заследшие ваши дети Вы слушали информационно-аналитическую программу Радио Карачаева Черкесии Ракурс В студии работал Мартикеев Звукорежиссер И оператор монтажа Мурат Аджиев Мы прощаемся с вами Желаем всем успешной Рабочей недели И хорошего настроения Всего доброго И оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова